Трагические события, произошедшие в январе с детьми в Забайкалье, потрясли не только местных жителей, но и всю страну. Сначала стало известно, что в Чите в результате преступной беспечности взрослых двое мальчиков 4 и 5 лет насмерть замерзли в бане. Затем не менее шокирующее известие поступило из Борзинского района, где мужчина сжег в печке полуторагодовалую девочку. И вот эта волна ужаса докатилась и до регионального кабинета министров. 5 февраля на заседании правительства Забайкальского края чиновники в голос заявили, что первопричина всех подобных трагедий в регионе – повальное пьянство. Надо профилактировать пьянство. И жестко профилактировать пьянство. Особенно в отношении тех, кто осмелился завести детей. Надо через закон, естественно, судебное решение, обязывать их проходить процедуру лечения. По итогам заседания правительства Равиль Гениатуллин заявил, что уже запланировал ряд серьезных совещаний по вопросам борьбы с алкоголизмом. Пока же чиновники думают, как дать бой зеленому змею наркологи приводят печальную статистику. Вообще по краю состоит на наркологическом учете около 24 тысяч человек. И большая часть из них процентов 80 – это как раз лица, которые страдают алкогольной зависимостью. Мы по-прежнему превышаем показатели общероссийские, пусть ненамного, но мы их превышаем. Наряду с медиками о критической алкоголизации населения Забайкалья заявляют и специалисты Забайкал-Карайстата. По их данным, в прошлом году каждый житель края употребил 9,5 литров алкоголя. Это критическая граница, за которой начинается деградация нации, уверены аналитики. Особую тревогу у них вызывает распространение пивного алкоголизма. Только вдумайтесь в эти цифры. В 2012 году забайкальцы выпили почти 7,5 миллионов декалитров пива. В очередной раз Чита прогремела на всю страну чрезвычайным происшествием. На этот раз центром событий стало общежитие профессионального училища номер 14 по улице Верхоленская, где в ночь с 6 на 7 февраля студенты устроили настоящий бунт. Подростки 16 и 17 лет забаррикадировались на пятом этаже. Они выбивали стекла, крушили мебель в коридорах и комнатах. В качестве заложницы хулиганы удерживали преподавателя училища. Незамедлительно на место происшествия прибыл спецназ полиции. Похоже, для подростков происходящее было лишь развлечением, поскольку каких-либо требований правоохранителям они не предъявляли. Переговоры с бунтующими оказались безрезультатными. И в итоге бойцы ОМОНа и СОБР пошли на штурм. В результате спецоперации спецназ задержал 38 человек. По одной из версий бунт в общежитии произошел по причине конфликта, который давно назревал между студентами и педагогами учреждения. После задержания учащиеся заявили, что намеревались добиться увольнения преподавательского состава. Конфликт выразился во что? В противоотношении или в противопоставлении детей воспитателям. То есть дети говорят, что воспитатели нарушают их права, воспитатели говорят, что дети. Директор общается, ей тяжело. Она не готова к таким было, конечно, к такому повороту действия. Но можно так сказать, что, конечно, никто не рассчитывал, что это может произойти. Вероятно, что о настоящих причинах произошедшего может рассказать только педагог, которая оказалась в заложниках. Нам удалось связаться с преподавателем, однако потрясенно случившимся женщина отказалась давать какие-либо комментарии. Не трогайте меня, ладно? То есть вы отказываетесь комментировать? Естественно. Я рада, что я жива и осталась. Остается добавить, что на данный момент по устному распоряжению министра забайкальского края Константина Карасева информация по бунту стала запретной для журналистов. Карасев лично приказал директора училища перекрыть СМИ доступ к сведениям о происшествии. Журналистов не пускают даже в здание общежития, где случились погромы. Мы никому интервью давать не будем, без разрешения никого не пустят. Российское правительство, проводя коммунальную реформу, придумало для жителей многоквартирных домов очередную головоломку. Оплату общедомового потребления электроэнергии выделили в отдельную строку и все бы ничего. Только, как показала практика, теперь некоторые жильцы вынуждены платить за свет гораздо большие суммы, чем раньше. Порой на 10-15 процентов больше. Люди возмущены, поскольку отследить потребление электричества в подъездах зачастую не представляется возможным. Нет общедомовых счетчиков. В зависимости от наличия оборудования и этажности определяется по нашему приказу норматив на один квадратный метр, определяется количество электроэнергии на всю площадь, которые в вашем доме имеются, лестничных клеток, коридоров, площадок и тамборов, которые освещаются и распределяются по пропорциональной площади на каждую квартиру. Нормативы общедомовых нужд на электроэнергию РСТ распределила следующим образом. В одноэтажных и двухэтажных домах оплата осуществляется из расчета 2,3 киловатт-часа в трех пятиэтажных домах. Норматив установлен в зависимости от наличия насоса горячего и холодного водоснабжения. В домах без насоса на каждый квадратный метр приходится 2,11 киловатт-часа общедомовых нужд с насосом 3,15. И, наконец, если вы живете в высотке с лифтом, то ваш норматив составляет 5,23 киловатт-часа на квадрат. Нормативы, они применяются только в тех случаях, где отсутствуют приборы учета потребления коммунального ресурса. Вот если граждане с этими объемами не согласны, они имеют полное право установить приборы учета, как индивидуальные, так и общедомовые. Со временем все мы будем вынуждены поставить в подъездах счетчики. Кроме того, не лишним будет освещение, которое включается автоматически и выключается, когда никого в подъезде нет. Вот примерно так.